В ожидании окон флагман от «Люмия» выпустят относительно нескоро. Переводи меня полностью. Скайп запустил функцию синхронного перевода аудиозвонков. Ягуар покажет мёртвые зоны и будет следовать за призраком. Новинка для водителей. Здравствуйте, это телеканал 24KZ и вы смотрите очередной выпуск проекта ProNet. Как и всегда, увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Начинаем с того, что кое-кому придётся подождать. У окна фонов тоже должен быть свой флагман. Правда, как выяснилось, топовый смартфон с операционной системой Windows попадёт на полки магазинов не так уж скоро. Уже имеется инсайдерская информация на этот счёт. Журналисты ресурса Geek on Gadgets кое-что узнали о готовящемся к выпуску флагману линейки «Люмия». Точнее, о времени, когда его представят. Топовый смартфон Microsoft планируют показать на выставке MWC 2015 в конце февраля. Однако купить окна фон с индексом предположительно 940 можно будет лишь во второй половине 2015 года. Об этой функции в Skype представители Microsoft уже рассказывали и обещали запустить. И вот она работает. Перевод на лету во время аудиозвонков — отличная возможность пообщаться тем, кто говорит на разных языках. В презентационном ролике две школьницы из Мехико и Сиэтла беседуют друг с другом по скайпу. При этом каждая говорит на своём родном языке. Однако они отлично понимают друг друга, ведь программа переводит всё синхронно. Пока новая функция в программе Skype поддерживает только английский и испанский. Однако в тот же день, когда была презентована возможность синхронного перевода между англоязычными и испаноязычными пользователями, было обещано, что позднее в Skype Translator появится поддержка ещё 40 языков. Представители корпорации считают, что эта возможность будет в первую очередь полезна для студентов при обучении. Почему на небе так мало звёзд? Для обычных людей этот вопрос скорее связан с погодой. Ну мало ли облака, смок, вот звёзд и не видно. А вот учёным, физикам и астрономам ответ на него получить, не без помощи суперкомпьютеров. Учёные приблизились к пониманию того, почему в нашей Вселенной звёзд меньше, чем должно быть. Ведь межзвёздной материи довольно изрядное количество, и наш небосвод должен быть просто усыпан светящимися точками. В общем, традиционные подсчёты и смотрения через линзы и зеркала телескопов не давали ответа. И тогда физики из Калифорнийского технологического института попросили у властей денег на мощный суперкомпьютер. В результате, благодаря установке Stampede, им удалось создать модель участка галактики. И оказалось, что модель очень похожа на реальный уголок в нашей Вселенной. Выяснилось, что и в самом деле лишь небольшая часть межзвёздной материи становится материалом, из которого возникают звёзды. Учёные останавливаться не собираются и будут использовать тысячи процессоров Stampede для исследования разных аномалий в космосе. Следуй за призраком и смотри сквозь стойки. Это, по сути, предлагает сделать автомобилистом компания Jaguar. Производители авто из Великобритании представили свою разработку, которая позволит видеть то, что обычно укрывается от глаз водителя и поэтому представляет опасность. На презентационном ролике показано, как работает технология под названием Virtual Urban Windscreen, то есть виртуальное городское лобовое стекло. В обычном авто полному обзору мешают стойки, а зеркала лишь отчасти помогают видеть больше. Благодаря разработке от Jaguar можно узнать, что в так называемых мёртвых зонах изображение от внешних камер выводится прямо на стойки. Так что спешащий куда-то прохожий будет вовремя замечен и не будет сбит. Кроме того, есть возможность проецирования изображения прямо на лобовое стекло. Это для навигации. Функция Follow Me, то есть Следуй за мной, визуализирует перед глазами водителя автомобиль-призрак, который и укажет дорогу. Пока технология на начальном этапе разработки, но финальная версия наверняка будет весьма полезна. Следите за самыми интересными новостями из мира хай-тек. Для этого смотрите выпуски проекта ProNet на телеканале 24KZ, а также на наших страничках в социальных сетях. До встречи в эфире и онлайн. Продолжение следует...